Война практически уже объявлена, и Мария Захарова периодически подробно на эту тему и рассказывает, и распространяет материалы. Им важно сказать, что Россия ведет себя не так на мировой арене, и они же подчеркивают в своих документах, мы готовы отношения с Москвой нормализовать, но сначала она должна изменить свое поведение. Это значит, отдайте Крым, уйдите из Украины, хотя никто там нас не видел, но и многое другое. Не трогайте Молдавию, отдайте Абхазию с Южной Осетии. Когда ты им начинаешь просто приводить факты, которые послужили причиной нынешней геополитической ситуации на нашем пространстве, когда ты им напоминаешь, что на Южную Осетию, на самом Бердене, напал Саакашвили, и через год после этой агрессии напал на наших миротворцев, погибшие были среди них, это прямое нападение на государство. Когда я напоминаю, что в 2009 году Евросоюз специально заказал доклад о причинах этой войны в августе 2008 года, и доклад, группа экспертов работала во главе с представителем Финляндии Хейга Тальявини, сделал вывод, что приказ отдал Саакашвили, и с этого все началось, они этого не слушают. Поэтому тут хоть им в блогах пиши, хоть в соцсетях, хоть делай разворот на две полосы, там, я не знаю, это если не хотят слышать, а у них такая заданность, а примеров множество. И вот, например, да вот сегодня было объявлено, что на памятные мероприятия по случаю 11 сентября 2001 года корреспондента РИА Новости не аккредитуют, без объяснения причин. Вот есть даже бумажка, которую он получил из Госдепартамента, откуда там еще, я не знаю, и таких примеров... — Союз журналистов уже выразил возмущение. — Я читал, да, я читал. Вот, а когда, вот это самая, такая группа есть, Anonymous, она вскрыла документы, файлы вскрыла, ну, хакеры, наверное, поработали, которые показывают, что английский foreign office напрямую работает со СМИ, подпитывая их материалами, как нужно всячески обвинять во всем Российскую Федерацию. И ничего. А когда Facebook обязал наши СМИ маркировать свои продукты, как продукты, сделанные по заказу государства, условно. СМИ, контролируемые государством. Это и РИА Новости, и Тартас, ряд других. Но при этом BBC тоже финансируется государством. Но когда ты им это приводишь, они говорят, ну у вас-то другое, у нас-то демократия, а у вас это все авторитарно. Это смешно было бы, но это на самом деле так. И продвигают свои подходы, в том числе и через международные организации. Создают какие-то платформы за пределами универсальных структур. Вот, например, ЮНЕСКО занимается массовыми коммуникациями и информацией, среди прочих своих обязанностей. И, казалось бы, обсуждай там, пожалуйста, все, что тебе хочется, какие-то туда новшества хочешь в международное сотрудничество внедрить. Нет, вот объявляется французами какое-то там партнерство международное по борьбе с фейк-ньюс и за свободу в киберпространстве, в котором участвуют несколько десятков человек, разделяющих, видимо, французские подходы. Мы спрашиваем, а почему не в ЮНЕСКО? Ну, там вы нам будете мешать вырабатывать нормы, которые мы хотим вырабатывать. Значит, они вырабатывают эти нормы в своем кругу, без какого-либо альтернативного мнения. Потом их преподносят, как истинно, в последние инстанции. А в самой ЮНЕСКО тоже тревожные тенденции. Репортеры без границ, которые, по счастливому совпадению, тоже в Париже имеют свою штаб-квартиру, они там себя чувствуют вольготно, в отличие от других неправительственных организаций. Им дают какие-то поручения, переводят какие-то внебюджетные средства. Они проекты осуществляют под флагом ЮНЕСКО, хотя ЮНЕСКО, как межправительственная организация, таких же не принимала. А когда спутник попросил заключить соглашение с секретариатом ЮНЕСКО, они отошли в сторону, и один из аргументов был, ну, вас же не пускают на пресс-конференции в Елисейский дворец. Нормально для международной организации такие аргументы делать? Ну и французы, в принципе, они достаточно продвинутые ребята в этой области. Вот, например, они приняли года полтора назад закон о борьбе с фейковыми новостями, который был принят нижней палатой, но не прошел в Сенат. И тем не менее, они ввели его в действие, а по этому закону санкционируется право одного судьи блокировать любое СМИ без какого-нибудь состязательного процесса в течение 48 часов. И отзывать лицензию на этой основе. Один судья, и все. И Сенат, Сенат этот закон не поддержал. Но он действует, поэтому вот свобода, равенство и братство вот в данной ситуации не очень свободная. Вот, поэтому, даже не знаю, что еще сказать. Надо бороться за правду. Современные технологии делают информацию очень таким горячим продуктом, который может в одночасье, даже за минуту всколыхнуть общественные мнения, создать ощущение риска или, наоборот, убаюкать каким-то образом. И очень часто это фейковые новости, которые вот такой эффект имеют. Поэтому так важно все-таки полагаться на факты, перепроверять факты. Но от фейков мы никуда не денемся. Это стало уже частью не просто работы в медиапространстве. Это часть деятельности на международное мнение многих наших западных партнеров. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...